добрый день уважаемые друзья снова вы на моем канале сам си бензомастер сегодня в ремонте пила партнер ну в отличие от той пилы которая была вчера это 45 поршневой вчерашняя пила была с 38 поршневой это 45 поршневая причина поступления в ремонт бензопила не заводится это бензопила очень долго простояла с топливом то есть это пила находилась у продавца на витрине она даже выгорела то есть она поменяла цвет когда-то ее пробовали заводили после этого очень долго она стояла с бензином ну как бы чаще проблема возникает в том что в карбюраторе осталось топливо и это топливо бензин испарился масло осталось и соответственно скорее всего залипла игла ну может быть бензин и окислится может и соответственно все каналы которые внутри они с окислением ну что как всегда прежде всего снимаем свечу проверяем искру вот видите какой цвет был и какой цвет стал полежала пила до достаточно долго достаточно долго и соответственно сейчас надо реанимировать снимаю воздушный фильтр он здесь вот такой вот конструкции каждый производитель пытается что-то по-своему сделать сейчас наша конструкция надо сказать уникальная даже так вот на вскидку посмотреть переходник совсем другой то есть фильтр вот такой здесь конструкции переходник круглый какой-то очень глубоко находится карбюратор очень глубоко находится карбюратор не совсем удобно доступ до свечи зажигания не совсем удобно мешает вот этот вот штырь так производитель сделал такую конструкцию чтобы отличиться от других выкрутили свечу положили ключ или что-то на цилиндр включаем зажигание проверяем искра есть искра хорошая сделаем дальнейшую ее разборку то есть откручиваем верхнюю крышку для того чтобы получить доступ к карбюратору поршневую диагностировать здесь смысла нет потому что ну как бы по ней видно что пила не работала поэтому как бы делать диагностику поршневой пока что не вижу никакого смысла конструкция внутри если не считать вот этой внешней оболочки она точно такая же как и на пилах 45 43 пошли вот нет отличия небольшие отличия заключаются вот переходник фильтр другой а так в принципе все то же самое все аналогично так открутили мы верхнюю часть теперь снимаем карбюратор снимем карбюратор проверим сразу же проверим как работает сапун как работает сапун для этого мы снимем трубочку подачи топлива с карбюратора со штуцера посмотрим идет откуда бензин или не идет под давлением снимаем трубку картера проверяем держим палец прокачиваем поток воздуха палец бьет так отсоединяем карбюратор от тяги от тяги вот мы его отсоединили и теперь снимем подающую трубку так значит проверим если вообще бензин бензин не есть но бензин через эту трубочку не течет давайте проверим с вами фильтр топливный фильтр подтянем его и аккуратно вытянем из бачка трубка здесь почему-то не резиновая стоит обычно резиновые трубки стоят в данной модели трубка стоит топливная другая из-за этого очень неудобно доставать топливный фильтр он постоянно падает вниз то есть его подцепить не удается нормально ну вот будем как-то его пытаться сейчас направить вот топливный фильтр я достал сейчас его сниму проверю как он работает то есть я беру топливный фильтр одеваю на него трубку подходящего диаметра и дую топливный фильтр работает нормально смогу его одеть и проверим соответственно сапун возможно задупил сапун и не подает из-за этого воздух в бачок не создает вентиляцию картера не создает там давление ну вот снимем вот пошла в принципе сапун работает когда я закрыл бачок то есть создал там давление и бензин сам потек из этой трубки подающий так теперь откладываем это в сторону откладываем это в сторону и сделаем разборку карбюратора и соответственно попробуем его почистить если не получится почистить карбюратор тогда соответственно его надо менять стандартно разбираем то есть здесь такой же обычный самый карбюратор как на всех пилах ну единственное отличие его здесь написали название патриот мембрана сеточка сеточка чистая вот ну мы ее все равно вытянем проверим вот мы ее достаем сеточку просмотрим она чистая разберем нижнюю часть все таки промоем карбюратор промоем а там дальше будет видно чем плохо не стандартные пилы чем плохи не стандартные пилы то есть конструкциями своими не стандартными тем что иногда элементарные запчасти которые в процессе работы являются расходником они выходят из строя вот игла залипла то есть игла прям просто когда я нажал на эту иглу она просто прилипла в свое отверстие прочистим все таки прочистим сделаем прочистку промывку его так вот мы достали иглу и выкрутим вот эти вот винты регулировочные сначала мы их закручиваем считаем обороты и записываем а потом выкручиваем вот как бы продолжу тему того что я говорил то есть вот допустим элементарная вещь это воздушный фильтр то есть вот такой вот воздушный фильтр я думаю что очень будет тяжело найти на рынке ну какой вариант есть какой вариант есть то есть вариант единственный и наверное который можно здесь сделать это просто покупать другой переходник и под стандартный фильтр воздушный это все переделывать сейчас я карбюратор вложу в ультразвуковую мойку и запускаю процесс чистки карбюратор пока чистится карбюратор пока чистится ну немножко скажем так что еще на что еще обратить внимание вообще вот в пилах вот такой вот конструкции да в пилах такой конструкции ну я считаю что в принципе как бы разницы между 45 и 43 поршневой вот обычный человек который эксплуатирует эту пилу он совершенно никак не почувствует поэтому при покупке пилы без разницы то есть вы возьмете 45 поршневой или 43 поршневой то есть они будут работать практически одинаково по мощности одинаково вы это не почувствуете по мощности вот ну на 45-ой больше расход топлива значит она больше немножко нагревается поэтому более аккуратно с ней работать очень важно это качество топливной смеси в принципе этот параметр важен для всех двигателей двухтактных ну вот на 45-ой поршневой там это особенно важно то есть качество топливной смеси чтобы не перегревался сильно двигатель за этим надо смотреть за качеством топливной смеси за состоянием воздушного фильтра он должен хорошо пропускать через себя воздух вот стараться не трогать регулировки карбюратора да их вообще лучше не трогать то есть если пила у вас не заводится первое что вы делаете первое что вы делаете пробуйте заменить свечу зажигания бывает такое что свеча зажигания выходит из строя при этом она может даже показывать искру то есть она может показывать искру но когда находится непосредственно вкручена в цилиндр в камере сгорания контакты свечи то под давлением она начинает пропускать искру то есть она может не работать хорошо поэтому прежде всего меняйте свечу зажигания если не получается после смены свечи зажигания пила ведет себя точно так же ну тогда делайте разборку делайте чистку карбюратора так карбюратор почистился карбюратор почистился сейчас я его достану с ультразвуковой мойки и продую продую его все эти каналы продую после этого мы с вами его соберем сейчас я выключу видео почему потому что будет очень шумно так вот я продул и прочистил и прочистил и продул карбюратор сейчас мы его с вами соберем и поставим на пилу какая еще здесь не очень удобная особенность в конструкции этой пилы в том что при такой конструкции карбюратора где нет фиксации газа то есть нет фиксации вот этой дроссельной заслонки в таких карбюраторах в таких карбюраторах обычно стоит кнопка вот здесь вот на ручке пилы которая фиксирует именно сам курок газа для чего это нужно то есть на холодную пилу бывает очень трудно завести Вот эта кнопка фиксации газа, либо фиксации дроссельной заслонки, она служит для того, чтобы больше поток топливно-воздушной смеси проходил в картер двигателя. В такой конструкции просто вам будет дольше дергать надо за ручку, для того, чтобы ее завести. Так, значит, ставим сеточку на место. Ставим сеточку на место. И собираем карбюратор в том же порядке, в котором все те части, которые вы снимали, точно так же их и ставят. То есть обратите внимание, как прокладки у вас стоят. На состояние мембраны, одной и второй, то есть мембраны должны быть без повреждений. Вот эта очень легко должна двигаться. Вставляем иглу на свое место. Вставляем иглу на свое место. пружинку и рычаг управления этой иглой. Вместе с осью. То есть заводим вилочку на иглу. Иглу надеваем на эту вилочку прычага и затягиваем. После того, как мы сейчас вот это сделаем, мы проверим, как работает эта игла. Это делать надо обязательно, для того, чтобы у вас не получилось, что когда вы соберете карбюратор, окажется, что вы неправильно собрали вот эту вот часть, и у вас потечет бензин. Для этого я надеваю вот такую трубку, дую в карбюратор и нажимаю на вот этот язычок. То есть когда вы нажимаете, воздух выходит, когда вы отпускаете, воздух не должен проходить. То есть тогда карбюратор будет работать правильно. То есть не поленитесь это сделать. Поверьте, бывает так, что неправильно поставили пружинку. То есть она не легла на свое место, вы это не увидели. И игла у вас находится в открытом состоянии. Поставили карбюратор на пилу и начинает заливать свечу. Вы крутите регулировки, а на самом деле это ничего не помогает, потому что у вас бензин просто самотеком. Под давлением из бачка поступает в цилиндр. То есть задача вот этой иглы дозировать поступление в зависимости от того воздуха, который через вот этот патрубок проходит. Вместе с циклами работы двигателя. И соответственно движет мембрану и открывает эту иглу. Теперь мы вкручиваем регулировочные винты. Регулировочные винты, как всегда, я ложу в разные стороны. Для того, чтобы не ошибиться. Потому что эти винты могут иметь разные длинные иголок и разные резины. То есть на одних карбюраторах могут быть одинаковые, на других это могут быть разные. Каждый производитель карбюраторов может сделать это все по-своему. Поэтому карбюраторов разновидностей очень много. Лучше, чтобы не ошибиться, это делать так. Чтобы потом не гадать и не думать. Либо не поломать иглу и не оставить часть иглы в самом карбюраторе. Закрутил я эти иглы и открутил на то количество оборотов, на котором они стояли. Обычно на таких карбюраторах стандартная настройка это полтора-полтора. Так, сейчас мы поставим с вами его на место, этот карбюратор. То есть вот я сейчас снимаю и одеваю трубку. Трубка тут задубевшая. Видите, как бензин течет. Резиновую трубку можно пережать. А такую трубку иногда приходится вот так вот облиться бензином. Вот, поставил я трубку на карбюратор. Одеваю тягу. И одеваю трубку к верхней вентиляции. Ну, к подаче воздуха из картера. Теперь я одену переходник. Я одену переходник. Но верхнюю крышку при этом я ставить пока не буду. То есть я сначала проверю, как работает карбюратор. Потому что к нему сейчас легкий доступ. Если где-то что-то с карбюратором есть какие-то проблемы, то, соответственно, мы всегда можем его опять снять, поставить другой карбюратор. Потому что если не получится его вот так вот прочистить, и пила не будет работать стабильно и нормально, меняйте карбюратор. Чистить его по второму разу уже смысла, конечно, не будет. Это либо только проверять, правильно ли вы его собрали. Так, хорошо мы закрутили эти венки. Ну, и сейчас мы попробуем ее завести. Я вкручиваю свечу. Смотрю, чтобы тумблер этот был включен. Если он у вас стоит на пиле, если он не стоит, то поставьте положение выключено и отведите в сторону, чтобы он не касался нигде металлических частей. Можно будет просто не нажимать его, а так вот прислонить и замкнуть цепь. То есть задача этого тумблера, когда вы пилу выключаете, то на самом деле он замыкает этот контакт. То есть бывает такое, что меняют выключатель, клавишный выключатель стоит, он выходит из строя, его меняют, ставят, и потом не могут завести пилу, потому что ставят в положение включено, но на самом деле это положение для пилы выключено, то есть контакт замкнул. Так, ставлю, и сейчас я ее буду заводить. Я сейчас выключу, чтобы не шуметь, а потом я вам все расскажу. Так, вот я внизу завел пилу, прогнал ее, проверил, то есть она работает нормально, регулировок никаких делать не пришлось. Но то, что я вам и говорил, то есть пришлось дольше немножко дергать. Если обычно, когда стоит фиксация газа, раза два-три нужно дернуть, чтобы она чихнула, то здесь пришлось дернуть раз десять, чтобы она чихнула. После того, как она чихнула и заглохла, я убрал заслонку, сразу же ее открыл, и после этого завел пилу. Вот давайте с вами сейчас заведем. Вот, пила работает стабильно, обороты набирает хорошо, как бы проблем уже с ней не будет, если будут вырабатывать топливо из карбюратора. Сейчас я соберу эту пилу уже окончательно, то есть я ставлю тумблер на место, одеваю резинку. Когда будете ставить вот эту, как бы, ну, резиновую часть, то есть вы внимательно посмотрите, что вот этот провод, который подходит к тумблеру, либо к выключателю, чтобы он нигде не попал, не пережался, под винт не попал, и не попал под пластиковую крышку. То есть вот здесь вот находится паз, вот здесь находится паз, который должен лечь этот провод, то есть вот так вот вы его одеваете и в этот паз аккуратно его заводите, чтобы он попал в этот паз. Все. Теперь у вас на корпус он нигде не замкнет, потому что если он попадет на корпус, первое время какое-то пила может работать нормально, а потом вы ее не сможете завести, не будет искры, вы будете думать, что у вас вышла катушка зажигания из строя. Но это может быть, что у вас замкнул контакт. Так. Ставим верхнюю крышку. Смотрите, опять же, предупреждаю, что смотрите, чтобы вот этот провод, который от тумблера, он не попал у вас, не попал под винт. Вот теперь, когда все вы проверили и все поставили так, как нужно, можно закручивать вот эти вот винты. Сначала их до конца не закручивайте, старайтесь их наживить, чтобы они стели на свои все места, а потом вы их уже затянете. Потому что, может быть, крышка станет немножко с перекосом, вы будете очень долго крутить, для того, чтобы попытаться их закрутить, либо сорвете резьбу. Так, все наживил, все винты пошли в свои посадочные резьбы. Теперь я их затягиваю хорошо. Вот, затянул их хорошо. Поставлю воздушный фильтр, закрою полностью все на пиле и попробую ее завести и послушаю, как она уже работает вместе с фильтром. Потому что, может быть, без фильтра вы настроите, она будет работать хорошо, нормально. А с фильтром, то есть она не будет держать холостых оборотов. Тогда она будет подстроить холостые обороты винтом Т. Неудобно, настолько находится здесь, из-за вот этого переходника карбюратора, доступ к свече, тоже очень длинный, мешает. Будете постоянно попадать, постоянно будет попадать под воздушный фильтр. Обычно стандартно вот такой вот, эта резиновая накладка вот такая. То есть она никуда не попадает, хорошо одевается. Вот она оделась, и все, эту часть мы обрезали, как мешающую нам. Ставим сам фильтр. И теперь закрою крышку. Вот в таком состоянии сейчас я ее заведу и послушаю, как она работает. Если она работает нормально, стабильно, то все, пила, в принципе, готова к эксплуатации. Все, пила работает отлично, пила работает отлично. Теперь на нее можно ставить шину, ставить цепь, и все эксплуатировать. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, сам себе бензомастер. До новых встреч!